МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земли Новороссии, раскинувшиеся вдоль северных берегов Чёрного моря и по левобережью Днепра, всегда были дороги для каждого русского человека. И когда на эту землю приходила война, вся Россия поднималась на защиту своих братьев. Сегодня здесь опять льётся кровь, и верные дети Новороссии и России снова встали плечом к плечу, чтобы победить. История о настоящем офицере. Министр обороны и командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков одна из самых известных и одновременно загадочных фигур в повстанческой армии Новороссии. Ещё недавно само его существование ставилось многими под сомнение. И даже сейчас, после многочисленных появлений Игоря Стрелкова перед телекамерами, перед любым утверждением о его биографических данных, можно смело ставить частицу якобы. Представители Службы безопасности Украины утверждают, что Игорь Иванович Стрелков, он же Стрелок, это всего лишь псевдоним, под которым на самом деле скрывается гражданин России Игорь Всеволодович Геркин, 1970 года рождения. Имя Стрелкова получило мировую известность в апреле 2014 года, когда отряд примерно из 20 ополченцев, вооружённых лёгким стрелковым оружием, разгромил в районе Краматорской агломерации большую группу спецназа СБУ «Альфа», заблокировал отряд 25-й воздушно-десантной бригады, захватил бронетехнику и принудил украинских силовиков в панике бежать из западной части Донецкой области. Командиром этого отряда был Игорь Стрелков. По уточнённым данным, Стрелков родился и вырос в Москве. Является потомственным военным. С детства увлекался историей. И поэтому поступил в Московский государственный историко-архивный институт, который закончил в 1993 году. С первого курса увлёкся исторической реконструкцией и историей Белого движения. Закончив институт, Стрелков понял, что профессия архивариуса или библиотекаря его не привлекает. В 1992 году он в составе Черноморского казачьего войска спасает от геноцида жителей Приднестровья. В том же году вступает в русский добровольческий отряд и отправляется в Боснию. Вернувшись в Россию, Стрелков отдаёт долг родине. В 1993 и 1994 годах проходит срочную службу в войсках ПВО. После армии Стрелков навсегда связывает себя с защитой родины. Достоверно известно, что в 1995 году он в составе 166-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. В период с 1999 по 2005 год Стрелков уже якобы служил в подразделениях специального назначения, в том числе в 45-м отдельном гвардейском полку спецназа. В конце 90-х, начале 2000-х, Стрелков становится офицером. Согласно расследованию западных журналистов, в этот период из вооружённых сил Стрелков перевёлся в Федеральную службу безопасности в одной из её самых элитных подразделений – отдел по борьбе с международным терроризмом. Оттуда он ушёл в запас – с должности заместителя начальника отдела и в звании полковника. Некоторое время Стрелков работал в подразделениях коммерческой безопасности и оказывал помощь Русской Православной Церкви. В частности, обеспечивал безопасность доставленных с Афона святынь. После того, как на Украине произошёл вооружённый переворот и началась подготовка к резне русских и русскоязычных украинцев на Юго-Востоке и в Крыму, российский патриот Игорь Стрелков не мог оставаться дома. Украинские спецслужбы утверждают, что он принимал участие в подготовке крымского референдума. Но с уверенностью можно утверждать только то, что в Крыму Стрелков набрал свой первый отряд добровольцев. 13-14 апреля 2014 года Стрелков уже руководил освобождением от карателей Славянска и Краматорска. Это действительно ополчение, сильно разбавленное, конечно, добровольцами из других регионов Украины. Формировался непосредственно отряд, с которым я пришёл в Славянск, он сформировался на территории Крыма. Я не буду этого скрывать. Он сформировался из добровольцев, но, повторяю, более половины, даже, как я бы сказал, две трети, это граждане Украины, причём даже не крымчане в основном, есть крымчане. Это беженцы из других регионов Украины. Есть люди с Житомира, есть люди с Винницы, есть люди с Киева, в принципе, из всех других регионов. Естественно, достаточно много дончан и сулгачьих людей. Вот, собственно говоря, именно по их предложению отряд и прибыл в Славянск. По мере развития событий на Донбассе, Стрелков становится сначала руководителем народного ополчения, затем командующим вооружёнными силами, а после проведения референдума о создании Донецкой народной республики министром обороны ДНР. Сегодня бойцам Стрелкова противостоит не менее 20-30 тысяч вооружённых сторонников Киевской хунты, сотрудников спецназа Вооружённых сил Украины и МВД, СБУ, Национальной гвардии, добровольческих карательных батальонов, боевиков правого сектора и иностранных наёмников. Против ополчения и поддерживающего его народа бросили авиацию, тяжёлую артиллерию и бронетехнику. 4-6 вражеских танков выстраиваются вдоль Семёновки и методично разряжают боезапас по окопам наших ополченцев, хотя им не могут отвечать ничем. То же самое с артиллерией. Пока противник держал свою артиллерию на корочине, мы могли отвечать хотя бы миномётами. Сейчас галвичные самоходные батареи стоят на расстоянии 6-7 км от города и расстреливают его абсолютно безопасно. Тем не менее, Стрелкову удалось полностью разбить несколько карательных подразделений, деморализовать военных и добиться ситуации, когда в силовых структурах Украины осталось всего около десятка вертолётов. Львовский и Ивано-Франковский губернаторы вообще отказались отправлять на съедение Стрелкову воинские части, дислоцированные на их территории. А бойцы 51-й механизированной бригады с Волыни, успевшие встретиться с ополчением Стрелкова в бою, говорят, что скорее пойдут на Киев, чем вернутся на Донбасс. Помимо полководческого таланта, Игорь Стрелков проявил себя и на литературном поприще. Так, в 1998 году в газете «Завтра» вышла его статья о русских добровольцах в Боснии. Позже на страницах прессы стали появляться его репортажи с передовой из различных горячих точек мира. Потом были напечатаны его «Боснийский дневник», «Детектив замка Хельдеборн» и другие книги. Вот как оценивают личность Стрелкова, хорошо знающие его люди. Сопредседатель правительства Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Игорь Иванович Стрелков является ярким представителем русского офицерства. Это православный человек, который вышел добровольцем. Журналист комсомольской правды Андрей Роткин. Игорь с детства был патриотически настроен, увлечен военным делом и фактически сам сделал из себя военного профессионала. Вместе с тем, он один из наиболее порядочных людей среди всех, кого я знаю. И остается, несмотря на жесткую весьма биографию, глубоко интеллигентным человеком. Сам Стрелков говорит о своей миссии просто и лаконично. Что хочу лично я? Добиться того, чтобы народ смог реализовать свое право на воле изъявления. Игорь Стрелков не спешит открывать детали своей биографии общественности, давая интервью исключительно по делу. Но нам известно главное. Игорь Стрелков – верный сын Новороссии и России, который будет защищать эту землю до последней капли крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова